всех приветствую родные любимые веганы христолюбчики продолжаем такую серию роликов я записал по веганству и сегодня веган по здоровью такая тема я собрал ну читать я буду комментарии ваши под моими роликами ну или где-то переписку в соцсетях неважно и буду комментировать ваши комментарии и давать ответы на вопросы если они там имеются прежде чем читать следующий комментарий я дам некую предысторию потому что потом она удалила свои комментарии человек хороший я не с плохой мыслью и сейчас буду комментировать но она удалила ну понятно всем стыдно за свои глупости ну комментарии вот у вас на экране люфгер некая я лично мало с кем конечно знакомым не мало кто открывается я люблю хотя общаться знакомиться пусть даже в интернете я в реале всегда всех жду всегда жду приглашение никто не приглашает всех свои дела у меня теперь снова свой частный домик я буду рад всем веганам христианам всегда приезжайте в гости всегда найдем где разместиться что покушать так что буду рад знакомству ну и вот люфгер дает ссылку на некого врача натуропата или как она сейчас я натуропата да но там под врача и там я не помню тоже она удалила я не успел их заскринить тогда вещь не делал ну а потом переписку я мы опять начали она я вот я не знаю как вперед рассказывать или почитать я захожу на канал этого натуропата у него больше 50 тысяч подписчиков нормально просмотров я начну изучать я всем сыграл я вот имею возможность конечно вы тоже не будьте совсем уж знаете такими доверчивыми надо постараться узнать жизнь человека мало кто в интернете таких как я кто рассказывает о своей жизни этого я к чему конечно люфгер зря ударила свои комментарии не надо и стесняться если мы где-то это же другим бы был уроком вся бы наша переписка он бы не потерял мысль если читает комментарии потому что что даже я сейчас восстанавливаю и и плюс это очень давно это комментарии старые я уже забыл когда это сделал вот руки дабы как дохожу до чего-то записываю и я начинаю изучать канал этого человека я начинаю у него разные там есть вещи в частности насчет еды нужен туропат там да и пожалуйста и нахожу ролик немножечко мясо можно его просматриваю и я это сбрасывает и посмотри что вы рекомендуете вот она с добрыми целями хотел я сейчас ее не хочу при этом потому что не раз она оставляла комментарии с добрыми пожеланиях я давно я не вижу на канале у людей мало ли что случилось может человек уже и нет на этой грешной земле да и она говорит и она схватилась за голову типа я ведь я не знал и я не вот так вот и вот сейчас начнем просто это при маленькой предислощи зачем комментарии что вы поняли в чем было дело и вот на следующий комментарий как бы они вот есть сохраненные то есть человек опять все по здоровью а потом он говорит что ну немножечко мясо есть вы знаете тоже как-то пост хорошего ли был я игру не очень много нахватался в плане да я немножечко не умерла такая голос свиньи да ты немножко съел мясо я почти не умерла там или как-то так в посте был да на самом деле она умерла то есть такая шутка такая-то я почти не умерла ты пуп ты почти не ешь мясо ты ешь мясо совсем немножко я почти не умерла на самом деле она мертва лежит но как бы голос или не помнили слова над постом давайте почитаем теперь комментарий чтобы дело в том что я порекомендовал натуропата из-за его дают ссылку на канал на ролик получается на вегмарте вегмар то есть это предприятие вот все эти предприятия сходки вы знаете у меня уже тоже есть опыт я был в неком поселении якобы вегетарианцев оказалось ничего ничего личного один бизнес тоже уже я вообще все больше больше общаюсь с разными людьми что в христианстве что когда веганство вегетарианство окунулся так скажем именно в общение в общество вот в эти все сообщества в интернете вы знаете тоже разочаровался точно так же как в христианстве точно так зачастую лицемерие они могут типа якобы сообщества вегетарианцев но при этом спокойненько у них может быть админ трупажор да это очень легко я понял что кафе может открыть трупажор век кафе до открывает трупажор как вы думаете это как века поселение управляющий трупажор как это вам такое я понял вот это вот какое-то лицемерие то есть им до лампочки я туда я типа да ну я ну нанял я его ладно бы тебя проект был не идейный ты там я не знаю чем занимался там производством кирпича да и у тебя работники я согласен ты сам вегетарианец у тебя хотя производство а когда ты идейный бизнес толкаешь пытаешься продвигать век кафе и кпс век поселения со группа вконтакте там даже элементарный функционный ресурс и у тебя в команде трупажоры я думаю это что такое вообще а потом я выясняю что там бабки а где бабки там есть такая хорошая песня у одного диджея ремикс такой я забыл слова немножко на типа все что искусство когда становится ради денег она все в дерьмо превращается вот что-то в этом плане знаете потом я выяснял что там просто финансовая подоплек потому что просто тупо деньги с этого проекта выжимают а когда деньги там уже там уже не до идеологии вот так вот это все печально вот на век марте давайте почитаем что люфгер пишет на вег марте было имя думала что как-то нормально веганстве говорит ну и вег март это как-то обнадеживает никогда не ведитесь просто на обертку я может не закончил мыслиру посмотрите на меня у меня есть специально канал и даже плейлист еще отдельно собираю потому что на канале еще много всякой немножко информации я целый плейлист собираю о себе любимым да как меня укоряет я рассказывал я записал селью ролик вообще такую меню чтобы шаг со мной познакомился но и просто разные проповеди какие-то беседы такие ну явно обо мне касались моей жизни кто-то меня расспрашивали там есть и виде бесед ролик я пор добавлял с течением времени что-то я рассказывал я рассказал свою жизнь где я родился кто я что я кто мои родители чем занимаюсь как жил до покаяния как показ и как познал истину как в этой истине шел иду и планирую жить то есть можно жизнь посмотреть я открытый человек со мной можно легко найти контакты все доступны абсолютно и всегда под коммента под описанием роликов есть в личке с напишет я дам на сайте моем вот у вас адрес на экране христалюк точка ру там контакты там все мои контакты я доступен абсолютно практически на всевозможных площадках я с радостью отвечу на телефонный звонок я доступен в реальной жизни пожалуйста приезжайте воронежская область сейчас не город воронеж живу я поселился в селе коршева я всем буду рад знакомств общению хоть на час хоть на сутки хоть до конца жизни если будем единым душой и единым сердцем едиными мыслями да пожалуйста где-то рядом селитесь будем дружить вместе что-то двигать вот так вот и мы очень часто и что-то услышали вот век март март абсолютно такой же коммерческое предприятие они платят за стойки и пошло-поехало а значит к нему пришел человек пустят я нутуропад да да мясо не нет нет сам не ем да 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 здорово жизнь проповедую ну кто будет на век марте проверять все его роли как это сделал я а причем несложно я же не прислушался и начал к ну что слушаю на смотрю по названию плейлист специально отобрал здоровое питание у него есть целый и прям название у него такое все а уж когда еще ролик посмотрел очень ток зон мало ли что-то название могло быть броски специально цеплящим думаю если он веган да как вегетарианец хотя бы как он может чуть чуть-чуть есть мясо или еще и проповедовать это да врач такой же проповедник и все и когда я послушал все стало ясно я этот ролик естественно скидывали в гир в марте также обнадежно но когда после посмотрела по пара питания ну папа пропитание но мой ролик соответственно у меня ужас был так что не все на вегмарте это не авторитет уже для меня ну слава богу а что насчет удаления раннего коммента ну вот я грамм удали то нужно было как-то осмыслить что произошло то как говорится от чего ноги растут нужно было разобраться спасибо за урок но вот здравый комментарий видите почему меня укоряет все время что я рублю правду здравый человек спасибо еще скажет за то что ему был преподан урок а уроки к сожалению учитель может преподавать разные я со всеми людьми абсолютно индивидуально общаюсь очень часто меня укоряют за это что стороны смотрят как я с разными людьми общаюсь кто близко со мной кто публично какие-то видел мои общения и тычут мне пальцем не понимая того что к сожалению все люди индивидуальные и я на них смотрю не так как смотрите вы то цель моя одна благая принести в мир счастье этим людям но уроки и учения ты даешь немножко по-разному но опять же кто знает мои темы ты знаешь что веганство можно проповедовать без проповеди отречения от зла убийство самого животного дата мне и такого пытается научить вот такой у нас было дать еще общем я жалею чтобы они у тебя закрыть жалею чтоб он у тебя закрепился желаю чтобы он у тебя закрепился пишет урок не все то золото что блестит но она мне дальше пишет натуропатия имеет лишь ценность если она может помочь телу перейти на веганский тип питания другие высоковибрационные виды питания надо просто я пишу надо просто из любви к животным перестать эксплуатировать убивать живые существа все остальное приложится если богу будет угодно ибо жизнь и здоровье в его власти лювер не пишет вышла ошибку ужасно не буду рекомендовать тех кто не веган по сердцу а веган только по физиологии очень хороший у нас этот ролик начинается вот с этой переписки я ввес комментарии конечно собрал по здоровью но я их не всегда бывает пытаюсь как тысячу знаете выстроить проповеднические красиво с чего начинается как-то вы проповедь построить может быть я с честно вот так как между собой еще не подбираю просто вот все подряд бывает бы закончить бы другим а начать без другого в серединочке то вот этот и как раз общая мысль вообще проповедь была бы еще может быть более какой-то гармоничной понятной доступный ну правильно самой по себе я это я на это делаю акцент во всех своих видео это все что все это веганство без любви к животных ноль без палочки и ты зря удалила коммент он был бы хорошим примером для остальных иногда окружающим на своем примере надо показывать и как не надо делать они только как надо свои ошибки даже апостолы не скрывали остались нам в назидание в писаниях я тоже часто на примере своих ошибок предостерегая людей как и куда идти не надо ибо я там был и набил шишек живой пример по веганство все время постоянно говорю что говорю сам говорю что ну это очень известно о чем жалеет веган веган жалеет только о том что не стал им раньше до опрос жалеет ли он на годах веганстве вот он жалеет только что их не больше что он не стал веганом раньше там игра в принципе потом начинать жалеть что он не может всех сделать веганами и наверное вот 3 добавлю о чем жалеет веган всегда это о том что он тоже потерял время и не раньше начал проповедовать веганство многие сначала естественно живут пассивным веганство ну сами живут а ладно и долбят там друзья знакомые с работники я не вот так склоняя голову все это принимают да ну хорошо если они на твердом фундаменте и останутся в истине но даже это мало потому что эти люди должны вырасти до учителей до кремней до петров если по-христиански до кифов до камней которые на которых бог будет стоять своей истиной ты петр на тебе обосную истину до церковь собрания истинных людей святых вот так вот поэтому и я вот тоже говорил что меня тоже в концовку все равно меня заквашивали когда я православие практиковал там там же любит эту ты мясо ешь только человека не ешь конечно касалось меня все это где-то кто-то подолбил немного ты так притих вот и я у цен тоже примером делюсь всегда да такие слабости были я восстаю теперь я другой да и так надо всегда когда ты был грешником бог открылся мне я познал истину и стал другим ничего я тоже много зла творил в разных сферах жизни вот может не прям супер грешник как павел 1 до из грешников но тоже хватало конечно свой суд сундучок говнеца конечно но я кайка покаялся изменил свою жизнь во всех этих сферах и проповедую свечу теперь другие и все должны делать также стыдно не признать свой грех стыдно в нем закисать человеку вот это стыдоба особенно тот кто слышит истину и в нем что-то там начинает колыхаться ну давайте почитаем что у нас еще так чего мне такой а вот вот точно я даже скрин сделал с его канала посмотрите что это есть видите плейлист правильное питание вы посмотрите что удивительно у этого так называемого тут натуропада на которого люфгер подумал что он веган вы посмотрите на плейлист с его канала правильное питание я вообще все укрупню вот так подвину чтобы вы сами все прочитали нам комментарии нужны правильное питание 145 видео как есть мясо она где-то было там уже на 145 месте то есть начинал он за здравие когда ты сам вроде как не ел потом он видимо сам стал есть и стал проповедовать ты никогда не будешь проповедовать зло то что ты не делаешь сам она этого не видела тут увидеть мы должен был любой ну понятно одна канал за теплые листы может пошарить видео вот я когда такое увидел как вы думаете все и стало ясно тут он кстати на канале видно как я вам говорил сколько там 49000 подписчиков вот так вот люди конечно сегодня свою мысль закончу по поводу питания тоже да даже у нас еще вот до комментарии идут сейчас я вам опять приближу к разным роликам не суть важно мы с ней переписывайся надо я озвучиваю какому ролику если это важно комментарии всегда хочу чтобы тоже видели что это не какие придумки но я их все равно читаю чтобы тоже а может быть могли бы перечитать в читаться пишет натуропати слишком на цели зациклена вы правы так и есть отсюда и катастрофы которые все они получают они отваливаются от веганства я уже таких кучу роликов пересмотрел в инете но тех кто отваливается пока все хорошо они веганы только подожмет посильней посильней насморка и все бежит сломя голову на скотобойню пожрать трупы убитых животных чтобы вернуть себе жалкое здоровье и продлить свою жалкую жизнь жизненку за счет страданий близких до которых ему никакого дела конечно же близкими здесь я называю тех животных которых верил нам бог в попечение тут мило белинская пишет я даже не перечитывать комментарий сейчас сам как по-свежему читаю это очень давно я собирал все и вот сейчас время пришло посещают эти мысли долго думала как это скомпоновать да я люблю животных и тот факт что и я ем то что мучилась не дает мне покой многие же говорят что это год но мне больно это осознавать только растет пес я христианка бог любовь я отвечаю иисус бог любовь иисус христос жажда истины и эти два плейлиста естественно меня на этом канале есть плейлист пост постоянство в любви как я его называю как я где мои авторские ролики как вегана христианина и отдельный пост я уже так называю один и плейлист и называю веган там я собираю все всех активистов какие-то и все ролики и клипы музыкальные все что угодно все что посвящено фильмы культовой посвящены тему теме веганство помогут тебе обрести истина всех и всем кстати конечно же их рекомендую красок просмотру кому нужно больше знания утверждения в этой истине кстати вот этот скрин это опять это есть тот ролик по да как есть мясо и вот вам еще раз показываю изучите пожалуйста без лишних слов это ролик я просто замулевал специально хотя может и не надо было мулевать ну я просто на канале надо не называя имен каких только из-за опасения что просто жалобы вечно кидают там канал банит вы сами все поймете я достаточно сказал да вы найдете всех тех натуропатов и вообще я учусь всегда зачастую таким каемком истины чтобы сами смогли определять где правая рука где левая что добро что зло это вот он я включил троллик дает скрин еще из ролика как есть мясо там там же был только значок вы видели в плейлисте просто первый он его даже сделал вы знаете что в плейлисте а ролик был не на я вам сказал на 140 каком-то месте почему даже помню такие вещи у меня в принципе память достаточно хорошая чтобы чтобы ролик высвечивался чтобы значок ролика высвечивался как основной плейлиста значит там есть такая функция ты видео делаешь говоришь ему там есть меню раскрывающиеся сделать значит сделать значком дай плейлиста это видео значок этого видео сделал значком грубая плейлиста несмотря на то что первый ролик в плейлисте другой и в автомате если ты этого не делаешь никаких лишних процедур я просто первый ролик является значком плейлиста он тот ролик этот натуропат сделал значком плейлиста правильного питания вы помните как он назывался как есть мясо сам ролик и там было кратко написано значки видео ролик полностью назывался как есть мясо шашлык стейк гниение в организме хлорофилл зелень поможет он учит знать чем он там учил я вам вся с краткой расскажу как надо приправлять мясо и вот люфгер а она не раз писала комментарии она веганка на разные ссылки давала на некоторых там на корейские какие-то ролики каких-то веганов писала что-то нормальное и она я вот жалко не яйца мне помню что-то в первых комментариях она дает ссылку на этого натуропата где он рассказывает как бы что не надо есть мясо створить как вот надель я не помню как нами совсем ускала не надо якобы но этот ролик достаточно старый а этот был практически свежий и она же дает ссылки а я перехожу послушал перехожу на канал и вот такое выясняется она в шоке для выжжу ну вы чья зачитал ждать комментарии я в шоке ужасе что я сама распространяю и во что я сама попадаюсь да пожалуйста он учит вас как есть шашлычок и мясо для нее не труп убитого живой это вообще не веган не викторианец чем я сегодня закончу конечно свою пробовать я уже много раз я вам специально просто вот набрасываю такие них правда немного этих комментариев на сегодня по теме веганство но все-таки есть вот посмотрим давайте я договорю и тут еще описание вышивите я вам название просто сказал существует правило это вот ведь 41 1 это его канал я замалевал значок и название канал существует правило поедания мяса который обезопасит вас от токсичности продуктов распада который образуется в процессе пищеварения после употребления мяса узнайте из видео как правильно есть мясо в начале человек в комментариях под моими постами рекомендует это там какой-то ролик она скидывает как вот даже ну как вся кто-то или еще что-то дополнить моё видео вот тип хорошее видео очень часто и сбрасывать не вот посмотрите вот вам хорошие видео как все это происходит от печалька это варден давайте тоже увеличим чтоб покрупнее было здравствуйте у вас на канале были видео где вы были худы виски были запавшие можете пожалуйста сказать как вы исправили это привет стал кушать больше наверное а едите ли вы в пищу животного происхождения если нет то принимайте ли b12 пищу животного происхождения я и другим благовествую не убивать безобидных и беззащитных животных и не поедать их трупы уподобляясь бесам b12 не принимаю ем цельные овощи и фрукты немного вареной пищи ничем не забиваю себе голову типа витаминов и прочей ерунды а как же витамин b12 например ты видел эти витамины я нет поэтому не забиваю себе голову про витамины я в принципе уже говорил в своих проповедях вот здесь я сказал то мысль вот эта чушь которую несут медики это все бред это все бред во первых я как этот бред вот скажете у тебя что ученая степень есть медика диетолога кого угодно скажу знаете у меня какая степени ученая ученого святости высшая степень да я истину от зла даже медицине очень легко отсижу это хорошая медицина или плохая что она проповедует бог не мог создать то что мне нужно если даже реально человеку нужен какой-то витамин якобы так называть назвали что-то там витаминами влезли в организмы то значит он где-то еще есть только не в трупе убитого животного он может есть в нем как есть и во мне когда я употребил но эти за что вы должны убить меня и ради этого витамина что есть везде в огурце в помидоре не важно где за что он появляется как кто знает он на солнышко должен человек выходить чтобы в нем витамин какой-то b2 вырабатывался какой-то или то же самое b12 какой викторин я вот не помню от солнышка вырабатывать всех просто в организме просто что стоишь на солнышке то есть на солнышке надо быть почему говорят что люди которые живут в странах с малым солнцем у них вот проблемы с этим витамином то что он просто от солнца то что выходишь появляться все поэтому я очень легко могу до любую медицину раскриковать с простой позиции что добро это истина что зло это ложь все все поэтому мне нужна одна ученая степени всем которые пытались благовествовать это святость это избирание в жизни добра а добро это не причинение никому зла и мы сколько можно делание добра поступать другим так и хочет ты хоть что поступали с тобой все вот и все поэтому все эти венамины вы кому-то верите вы их не видели не знаете вы понятия не имеете как они влияют на организм кто их назвал что это такое они сами ученые ничего не понимают ничего андрей савич дима хочу задать вопрос про исцеление почему же не исцеляется а приняв веру и крестившись остаются своими болячками и порой вообще жутким болезнями почему же вот эти указания иисуса христа не исполняются в полной мере и сказал бы ей по всему миру пропадать евангелие всей твари кто будет веровать креститься спасем будет к нему тебе рассужден будет у верующих будет сопровождать сей знамени и мимо и пусть гамбеса будут говорить новыми языками будут брать змеи если что смертоносно выпьет не повредят им возложит руки на больных они будут здоровы заранее благодарю слушайте я даже не знаю как я сюда этот комментарий впихнул и на него у меня есть ответ пожалуйста откройте это евангелие от марка последняя глава последние стихи кто хочет на канале христа любви библии чтения и писаний есть я там давал свой ответ развернутый на это место писания здесь уже ничего говорить не буду кто не сможет найти выпис в комментарии пишите дам прямую ссылку на тот ролик следующий комментарии александр крылов дмитрий добрый вечер у меня возник вопрос такой по поводу реинкарнации какой смысл перевоплощаться сейчас в тела если мир погряз греха все больше атеистов блудников то далее раньше такого ведь не было по сути если душа перевоплотиться сейчас наше время получается он будет еще хуже чем был в прошлых жизнях по крайней мере большинство и второй вопрос когда иисус грядет то раз с теми кто не смог очиститься полностью ожидает ли у вечные страдания в озере огнам спасибо за ответ слушайте я а все что лет второе пришествие слушайте вот и все я не пойму как попал или что-то не так сейчас секундочку подождите все правильно все все комментарии закончились я уже пошел не туда это второе пришествие иисуса но ничего и знаете наверно я правильно добавил я хочу тот последний комментарий где про исцеление он спрашивал я скажу я хоть сделал отсылку на но это кому я в общем не отрекаюсь придите по ссылке посмотрите это видео лучше все евангелие от марка вместе со мной прочитать я скажу по поводу исцеления от болячек она происходит тупо по вере несмотря на всю существующую медицину сам я верю в то что человек способен исцелиться просто одной верой от любой борячки абсолютно хоть я сам прибегаю иногда к медицинским каким-то средством очень редко очень избранно в малом количестве и пытаясь их проанализировать там до лечу зубы могу принять там обезболивающее какое-то какой там не знаю даже антиаллергенная что-то такое да что явно действует что вот очень просто понятно дешево зачастую вот но на самом деле при всем этом я даже сам себя укоряю в маловерии именно поэт потому что я верю то что человек исцеляется только лишь по вере на самом деле в несмотря на то что все это воздействует но человек способен вернее так скажем исцеляться по вере вот и все только поверь и ничего ему больше не надо но а тема этого ролика все-таки была вегана по здоровью личным опытом делюсь вот сколько тоже уже проповедую все я всегда так считал что и считаю всем груз что любой веган который стал веганом не полю я даже не буду перечислять те варианты всевозможные я скажу тот который по которому сон не стал это не по любви к животным и отвращению от зла причинения животным и любви к животным то есть дарением счастья радости а в мире лежащем возле еще и защищать их от зла вот тот человек который не поэтому стал веганом это вообще не веган окажется может таким называть вегетарианцем веганом но он им не является и фундамент этот шатки если даже на наших глазах это ну что такое наши глаза все нет есть человек завтра он был блоггер завтра он даже может не умер но просто ушел в другую мы ничего не знаем это человеке нам всегда показывают вот 10 человек стали знаменитыми там или какие-то и даже нищие там певичка стала известной и из тысяч которых там может быть насиловали на героин сажали на кастингах и все они там канули в лето одна как-то прошла может даже не через свое тело стало это перед это известной певицей да на самом деле нам просто сливки показывает сколько людей отпало да здесь тоже самое конечно же доказательства не могу представить и не собираюсь ваше сердце ваше доказательство вы истину знаете она внутри вас просто когда вы ее слышите это ваш вопрос принятие тем более если вам внутренний голос вы сами все говорить что это истина понимать что если на ваш выбор отречься от нее или принять ее изменить свою жизнь и вот все эти не веганы или веганы в кавычках по любой причине кроме любви к животным это не веганы эти люди когда-нибудь отвалится в этой жизни в следующие веки вечные эти люди никогда не будет в небесном царстве потому что там один фундамент и один закон этого царства этого любовь именно этот фундамент если вы примете и другие будете проповедовать он отметет все вопросы жизни а если будет голод то есть вы на веганстве найдете все вопросы ответы на свои вопросы если вы встанете и станете веганом на принципе любви к животным если вы проснетесь поймете что вы раньше если вы еще не веган творили беззаконие откроетесь богу всем своим сердцем изменитесь бог наполнит вас и что вы станете настоящими святыми людьми потому что я мысль потерял по поводу здоровья здоровья сейчас а то есть мы никогда не знаем когда они отвалятся когда и только фундамент любви ответит вам на все вопросы а если будет голод да и до лампочки ты умрешь от голода но ты не перережешь глотку никому не соседу не соседки не детям не родителям не друзьям никакого-то бомжа ты не сожжешь ты не будешь перерезать глоткой не корове не свинье не крысе не птицы никого не кошку не собаку ты не будешь ради собственной временной жизни перерезать кому-то горло забирать чужую жизнь все это любовь и есть конечно же всем рука христианин и как человек познавший истину что конечно же самый еще нижним основанием является вечность понятие что ты вечен тогда у тебя все станет тогда вы же слышите я говорю о вечности все время что ты именно ты ради временной жизни я уже это сказал о вечности сказав что жизнь это временная в теле а так ты вечен все тогда у тебя все вопросы когда на фундамент любви почему то почему то а вот если то а если то если любовь для тебя выше всего как господь сказал что нет больше что любви как кто положит свою жизнь отдаст ради ближнего животные ближе их нету к нам они с нами в один день сотворены как и люди все живые чувствующие существа имеющие сердце мозги нос уши все имеет запах чует до язык рот голос говорят все все если у вас будет фундамент любви все будет нормально вы найдете на все вопросы которые мир диктует вам что якобы веганство там это зло вы найдете все все аргументы обличить и все это зло все это пробовать здоровья ерунда и я еще год назад я думаю но посмотрю у меня многие из близких говорят что ну вот да хоть как бы это спасет хоть какую-то душу там никого это не спасет это спасет на один раз он когда с этого веганство свалится опять в трупожорство он еще с большей яростью начнет это делать он скажет он станет хуже прежнего как говорил иисус в него вместо одного беса 7 войдут он начнет пожирать он начнет всем это проповедовать что веганство это зло на нем там потерял здоровье и так далее сначала было хорошо ему проповедовали а потом вот у него все хуже стало теперь он живет у него все хорошо если он еще известный человек он еще столько вреда нанесет все это по здоровью все это чушь я с теми людьми очень близкими общался кто лично обратил даже некоторых своих знакомых по здоровью веганство и когда они сами мне говорят я не знаю надолго лет у него то есть вот именно вы потому и не знаете вы до конца жить будьте жить в страхе где страх там нет любви бог есть любовь там нет бога там нет истины там нет небесного царства этот человек ненадежен он ненадежен для небесного царства а про себя ты кто по любви стали ты же так не говоришь про него ты говоришь ты сомневаешься не сомневаешься в себе может ты стала по любви ты жизнь свою отдашь защищай даже не то что не пожираю ты защищаешь а даже уже свою жизнь за это существо ты уверена во мне и в таких как я и ты если мы по любви стали все вот она за это истина все это здоровье ерунда аргументирован конечно могу как минимум дать один аргумент хотя я не хотел в этом ролике их вообще делать это болячки они есть у всех веганов есть проблема со здоровьем большие или маленькие более того если даже нет у вас я говорю есть у других есть у меня я вам живое обличительство свидетельство я болею мне много болячки сильные хронические заболевания веганство это не здоровье и я имею что я вы не можете об этом даже проповедовать я буду вас лично обличать потому что я болею получается вы проповедуете ложь а когда проповедуешь веганство по любви это всегда истинно и это в вечности абсолютное благо вторые права не буду второй там аргумент делали это просто буду набрасывать мысли собирайте их сами как хотите вы лицемерить и вы сами знаете я просто пытался я пытался где-то иногда заикаться здоровье так ну может быть тебе стать легче то я таким конечно разыгрыш потому что я не могу говорить что тебе станет уж я сам болею чего у меня только не было за эти года 10 лет там вегетарианство в перемешку с веганством и много до сих пор есть я понимаю что я обманываю человека я лицемерия же знаешь что и вы кто по любви стал знаете что настоящий веган как и святой человек для меня веган в плане отношения к животным и есть святой человек если еще и понял что все мироздание надо любить потому что бог есть любовь вообще прекрасно если еще так живет совершенство я лицемерию я знаю что я лицемерию я его в какие-то сети завожу я понимаю что завтра у нее то есть я лгу ему напрямую я лицемерию сам себе я лукавлю или как хотите лицемер от конечно меряет на лицо тут немножко как это ну сам себе да сам себя верю что не знаю какое слово я не раздвоение личности начинается вы человеке я говорю то как не считаю правильно это ложь ничего веганство не даст никакого может дать может не дать любому труппажору дают и таблетки и плацебо и разные массажи или какие там эти вот чем если читали то вот эти где там горошины кормят а все вот эти вот как там называют но вы знаете все это я уже забыл как это называется я вот наблюдал еще последний год за этим и я всегда все равно где-то в личке что я против этого но из-за такого как тоже мягкости и практического опыта решил понаблюдать грубая хотите сегодняшний дня стройка я больше никогда не буду даже мягко там кому-то поддакивать что ну да все это по здоровью все это бред это абсолютно неправильно это зло это даже зло проповедь веганство по здоровью это зло ради каких-то медийных там стяжательств какого духа там соединение с космосом вибрации там чего-то ты там пока вот просвещение получить это все чушь всяк ничего не получит завтра он свалится он станет еще худшим чем он был он станет врагом веганство вы вырастите лютого врага виде веганство ему до лампочки я видел таких очень много за это времени это публичные люди мне попались 12 к начать ролик с вами как в ютубе в рекомендациях и не заканчивается зарядка сейчас буду заканчивать уже вот у меня был тут без зарядки стоит и я посмотрел их не ролики вот эти называется я там слез с веганство секторианство я отказал стану знаете да многие очень известные люди я посмотрел я понял какое зло и беда это наносится что вы не возьмите будет одни плюсы один аргумент который могут не тыкать и тыкали ну как вот ну хотя бы убийство прекратилось это все временно это временно ничего это не даст он никогда не пойдет никому дальше проповедовать это если он скажет ой да я в спорте ну хорошо и заменил и правда вроде живой даже вроде силы чуть появилась у него пропа он никогда не будет другие спортсмену проповеду чужим нужны конкуренты нет только любовь к людям и животным даст тебе фундамент нерушимый потому что любишь животных и так как ты любишь людей ты будешь им это проповедовать эту любовь к животным все замкнутый круг нет других вариантов я против проповеди поставил на зарядку думал запись сорвалась но вроде пишет я хочу закончить я категорически против проповеди веганство по любой причине в частности сегодня ролик посвящен веганство по здоровью это ничего доброго не несет это несет зло это пустота это ничего не даст никому человек признать призван познать простую истину бог есть он вечен он свободен избирать между добром и злом но избирать это благо мы созданы по его образу и подобие и призваны в свободе вечно избирать благо вот что мы должны проповедовать всем добра мир и любви проповедуйте веганство из любви ко всему живому божьему чувствующим живому существу божьему творению веганство из любви веганство из любви вы Субтитры создавал DimaTorzok